Кто не помнит множество юных звезд спорта, кинематографа и телешоу, за жизнью и успехами которых когда-то следили миллионы? Кто-то успешен и сейчас, но остальные? Почему о них ничего не слышно? Что с ними сегодня? Вы на канале «Узнай больше» и это ролик о 8 знаменитых детях, которые разрушили свою карьеру. Ричард Сандрак. Уроженец Украины. Его родители были профессиональными спортсменами и мечтали о переезде за границу. Когда сыну было 2 года, семья эмигрировала в Америку. Там отец и мать стали воплощать в жизнь следующую часть плана – сделать Ричарда звездой шоу-бизнеса. Мальчик рос крепким, любил спорт. Как заявляли родители и сам Ричард, его никогда не заставляли тренироваться. Он сам желал всё время посвящать бодибилдингу. Немыслимое количество отжиманий, силовые и гимнастические упражнения заменяли ему обычные детские занятия. Разумеется, маленький культурист был замечен. Его приглашали на съёмки рекламных роликов, на шоу. Он даже снялся в игровом и документальном кино. Но в какой-то момент Ричарду стало скучно. Сейчас он занимается спортом, но это обычные кардио-тренировки и катание на скейте. Майкл Оливер стал известен благодаря картине «Трудный ребёнок». Кассовый успех был налицо, и продюсеры немедленно взялись за съёмку продолжения. Однако успеха первой части оно не повторило. А в это время маме Майкла пришла в голову свежая идея. Почему бы не пошантажировать киностудию и не потребовать повышения гонорара? И она изложила свои пожелания. Майкл должен получать не 80 тысяч долларов, а сразу полмиллиона. Иначе со съёмок она сына заберёт. Сошлись на 250 тысячах, но после провала в прокате киностудии затеяла судиться с предприимчивой мамашей. И суд обязал её разницу вернуть. Семья была разорена. Дом тоже пришлось продать. Понятное дело, карьера в кино для Майкла завершилась. Сейчас он женат, работает, в общем, живёт как все. Алана Томпсон сразу была замечена организаторами детского конкурса красоты. Пухленькая кудрявая крошка в паре с колоритной мамой смотрелась очень выигрышно. Мамаша была готова на всё и даже поила Ханни Бубу энергетиками, чтобы та вела себя поживее. Последовали съёмки в реалите, которое прожило аж 4 сезона. Сейчас Алана уже подросток и от очаровательной крошки уже, к сожалению, ничего не осталось. Мамаша Джун, кстати, потом засветилась и в других шоу. Она добилась славы, о которой мечтала. Линси Лохан – живое воплощение закатившейся звезды. Ещё малюткой она мелькала в рекламе, затем случилась небольшая роль в сериале, а ловушка для родителей принесла настоящую славу. Линси трудилась как взрослая. Съёмки в кино, учёба плюс попробовала себя как певица. Но в какой-то момент тусовки стали главной вещью в её жизни. Нескончаемые пьянки, скандалы, разборки автоаварии, судебные разбирательства. Она даже в тюрьме умудрилась отсидеть. Где уж тут заниматься карьерой? Нельзя сказать, что Лохан не понимает, что в жизни надо что-то менять. Она проходила курсы реабилитации, но, похоже, о кино ей можно забыть. Джулианна Роуз Морелло после окончания сериала Лентяева пропала из поля зрения публики. Пошли слухи о секте и даже о том, что девочки уже нет в живых. Реальность оказалась банальней. Просто Джулианна окунулась в обычную студенческую жизнь, защитила магистрскую работу, а преданные поклонники всегда могут взглянуть на её фото в социальных сетях. Хейли Джоэл Осмонд попал в кино после запоминающегося рекламного ролика о пицце. Затем роли в сериалах и кинолентах. Крошечная роль в Форест Гампе. И, наконец, знаменитое шестое чувство, благодаря которому он стал номинантом на Оскар. И следующая его работа в Искусственном Разуме тоже. Но затем всё как-то угасло, и больше заметных ролей у Осмонда не случилось. Джастин Купер. Также засветился в рекламе и сериалах, прежде чем на него обратил внимание Том Шидьяк, режиссёр картины Лжец-Лжец. У фильма был бешеный успех, и Джастину довелось затем получить ещё несколько ролей. А потом он неожиданно прекратил сниматься, поступил в университет и стал продюсером на радиостанции. Рассел Хорнинг. После того, как в интернете видео с его танцами стало вирусным, стал известен. Благодаря этому он выступил вместе с Кэти Перри, станцевав под её хит на известном шоу. Рассел получил прозвище «Мальчик с рюкзаком». Других значительных успехов в интернете парень пока не добился, хотя и очень старался. Он посещает неблагополучные школы, где общается с учениками и вручает им подарки. Жаль, что так вышло. Кто знает, чего могли бы добиться эти юные звёзды. Сложись их жизнь иначе. Заранее спасибо за подписку, это важно для нашего проекта. А мы прощаемся, но ненадолго. Как всегда, крепкого здоровья и отличного настроения. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok